В Верхневолжье в честь Дня физкультурника прошли многочисленные спортивные мероприятия. Одним из самых ярких событий стал праздник на территории Тверского парка «Россия. Моя история», на котором и побывала наша съемочная группа. О том, как это было, в следующем репортаже. В областной столице, в мультимедийном парке «Россия. Моя история» прошел большой спортивный праздник. Была организована работа фитнес-площадок, прошли мастер-классы по воркауту, открыто занятия по скейтбордингу, показательные выступления по фристайлу, джампинг-фитнесу, тэквондо и соревнования по армрестлингу. За физическую культуру, за здоровье молодежи мы ответственны все. И в первую очередь, и в том числе, и за свое здоровье мы ответственны. Весело было всем, и взрослым, и детям. Дартс, чупок-кольцеброс, аэробейсбол и многое другое. Эмоции у всех были на высоте. Во что ты именно играла? Я играла бросать мячики. Понравилось? Да. А куда ты еще хочешь пойти поиграть? Куда-нибудь попрыгать. Нам очень понравилось вот там вот крутое-крутое кресло, в нем можно прям вот промять каждую-каждую косточку. Обалденная штука вообще. Ребята здесь показывали воркаут, вообще, конечно, нереально просто, но вообще здорово, интересно. Всего в нашей области ко дню физкультурника приурочили порядка двухсот событий. В поздравлении адресованным жителям Верхневожья губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что Тверская земля является родиной многих прославленных спортсменов и тренеров. Совершенствование спортивной отрасли и ее развитию способствует ряд федеральных программ, проектов. Это проект «Демография» и новый федеральный проект «Бизнес-спринт». Я выбираю спорт, благодаря которому в различных наших муниципалитетах будет строиться все больше и больше спортивных объектов, привлекая все больше и больше людей. По-настоящему удивили жители и старинные настольные игры. Дальдоза – игра викингов и мельница – игра средневековых моряков. Все площадки работали до шести вечера, но и после тверича они не спешили расходиться. Отмечаю, что такие праздники надо устраивать как можно чаще.